Основной период проведения государственной итоговой аттестации для одиннадцатиклассников стартовал 26 мая и продлился до 21 июня. Для получения аттестата выпускникам необходимо было сдать два экзамена – русский язык и математику базового или профильного уровня. Русский язык, естественно, выбрали 100% выпускников, это 372 человека, а математику они выбирали, это либо профильный, либо базовый уровень. Профильный уровень выбрали 197 выпускников, это 53%, а базовый – 174 человека. Наиболее популярным предметом для сдачи, как и в прошлые годы, остается общество знания. Его выбрал 171 выпускник. Биология, физика, история на одном уровне. Почти 80 ребят выбрали каждый из этих предметов. Наименее популярными среди ленинскузнечан являются география, литература, английский язык. Их, как правило, выбирают выпускники, которые поступают в профильные вузы. Для проведения ЕГЭ в основной период проведения экзаменационной кампании было открыто три пункта проведения экзамена. Они расположились на базе общеобразовательных школ номер 1, 2 и гимназии номер 18. Задействованы в общей сложности около 50 кабинетов. Новшеством этого года являлось то, что все бланки детей сканировались в кабинетах. Далее они были направлены через специальное программное обеспечение в Центр мониторинга Кемерово, а потом в Москву. В этом году у нас три стубальника по русскому языку. Это вторая школа Артамонова Лизавета, лицей номер 4 Олейников Данил и гимназия номер 18 Рыжкова Лизавета. Они по русскому языку получили 100 баллов. Ну и практически 50 выпускников этого года у нас получили более 90 баллов по различным предметам. Лучшие выпускники этого года получили областные награды. Торжественное мероприятие состоялось на площади Дворца культуры и искусства. Шесть ребят получили серебряный знак отличия «Отличник Кузбасса». Золотым знаком отличия были отмечены 23 ленинск-кузнецких выпускника. Анна Кириллова, Василий Обухов, Ленинск ТВ.